Материал в любом жанре конкурсанты будут писать по итогам пресс-конференции. С ее героями молодые журналисты познакомились сегодня на открытии фестиваля. В этом году интервьюировать ребята будут представители самых разных профессий. Это уже состоявшиеся журналисты, модельер, научный сотрудник художественного музея, он же известный сочинец, человек, доказавший, что потеря зрения – это еще не потеря жизненных ориентиров. Возьмут ребята интервью и у юного сочинца Юры Коваленко, настоящего героя, который справился с серьезной болезнью, пережив трансплантацию костного мозга. О творчестве конкурсанты поговорят с куратором студии творческого развития Константина Хабенского Елизаветой Якимовой. Я уверена, что у нас в Сочи очень много талантливых детей, которым действительно нужно создать некую базу, которая позволила бы раскрыть их творческие способности. То есть не только город Сочи спортивный, но и культурный город, чтобы он претендовал на культурную столицу России, это, конечно, было бы приятно. Статьи по итогам интервью члены жюри прочли уже сегодня, а вот завтра начинающие журналисты будут работать над электронной газетой. Это абсолютно анонимный конкурс, это полностью зашифрованная работа, никто не может ничего подсудить. В жюри строго практикующие журналисты. То есть это абсолютно честный конкурс, и, насколько я понимаю, это уникальная ситуация. Фестивалю 11 лет, и в нем ничего не меняется. Таким фактом организаторы только гордятся. Акцент здесь только на качество. Каждый участник уже личность. Уже состоявшиеся акулы-пера признаются, а некоторые стилистические находки школьников они используют в своей работе. Статьи конкурсантов настолько сильные, что фестиваль школьной прессы уже сравнивают с творческим конкурсом, который абитуриенты проходят при поступлении на журфак. Закрытие пестрой сороки состоится уже в четверг.